вот если я понимаю что я хочу допустим доход в бизнесе лям мне надо понять каким человеком не достать в этот лям получать как эти люди живут которые получают этот лям что они делают это было первое интервью о жизни бизнесе бороде короче ребят я понял что у меня уже после их турбоострову планка страха просто настолько высоко потом я слышу и последние силы бах на на а но Субтитры делал DimaTorzok 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 Уколы 12 часов я лежал Субтитры делал DimaTorzok Вообще предложили моему другу Шамилю, ему в директ написали. У него есть участок, где нет бороды. Ему сказали, хотим его маленький участок пересадить. Он говорит, лучше ему другана моего возьмите, у него вообще все, лицо надо пересадить. По бартеру как-то, да, реклама какая-то? Ну там, да, часть. У нас там особые условия были. Да, я все понял. У нас этот видос набрал, короче, около все ролики с бородой, почти приблизительно 10 миллионов. Зачем я все это время занимался блогерством? Если можно просто что-то пересадить. У тебя была такая идея, вот хочу бороду, а она не растет? Да, была. Я в детстве постоянно сбривал, сбривал, сбривал. Думал, почему этот не работает, этот ритуал долбанный, типа сбриваешь и растет. Вот, кстати, когда попадаешь в такие условия, где происходит выброс, тестостерона сильная и адреналина борода начинает сильнее расти. Поэтому я люблю путешествия, видимо. Почему раньше борода не росла? Просто луковицы были в зачатке, они просто не выходили и все. То есть она сейчас стала сама расти, потому что волосы же не были такой длинные? Нет, нет. Там вообще ничего не было. Было голое щекало абсолютно. И здесь не было, ну там чуть-чуть было. Слушай, а может быть такое, что у тебя перестанет расти борода? Уже нет. Точно нет? Уже все. Теперь уже все жизнь. Год назад ты говорил, что уходишь из кино и будешь заниматься только бизнесом. Да. Назови каких-нибудь три самых ярких события за этот год, которые прошли. Организовал тур на Алтай. Ну, запустил проект путешествия. Потом переехал с мамой на новую квартиру, о которой она мечтала, можно сказать. Квартира в Москве? Да. А где раньше мама жила? В Томске. Я ее перевез к себе. Я ей сказал, давай так, либо я тебе плачу зарплату и ты не работаешь, либо поехали и жили со мной. Красава. Я ее перевез к себе. А ты на тот момент жил в капсуле? Да. В капсульном отеле? Да. Сколько стоил капсульный отель? 30 тысяч. А сейчас квартира стоит? 190. Начинайте отсюда, хватайте за дерево. Взялись. И отсюда начинается движение. Поймали баланс и погнали. Ваша задача дойти, вы можете в падении, как я сейчас, натронуться до дерева. Все. Ах ты, черт. Охренеть, я не знаю, кто это вообще пройдет. Тяжело было? Да дерево. Конечно. А с третьего раза дойдешь до конца? Я сто раз доделал. Давай, 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 давай. Иди, молодец. Отлично, вот. Ой. Давай, Паша, помочь. Давай, давай. Давай. Она кривая. Так, кривая просто. Вам криво, а им нормально, вообще ништяк. И они ведут 2-0 сейчас. Ух ты, нихера себе. Давай, давай, давай. Расслабь ноги себе. Для контента давай. Ого, есть. Отлично. Сказали, для контента. Как я вспомнил, что снимаю. Молодец. Осторожно. Давай, Дима. Сколько было? Вот, вот, вот. Пластик. Вот, внизу. До степ. До степ, второй. Это прям тайм. Это последний, да? Ох ты. Блядь. Очень, очень, очень. Бросало, вообще. Блядь. Маля, я дай руку. Бросало, сами. Фух. Как? 5 минут. 5 минут. Перерыв. Внимание. Как все будет выглядеть? Человек встает ногами на одну доску. И на вторую. Как только руки отпустил, стоит. Я начинаю счет. Его задача перестоять по времени своего оппонента. Он перестоит своего соперника и в целом может прибавить очень хорошо для своего племени. У меня все ноги. Вы можете потрогать, пощупать у вас. Болит вообще. Все испытания до этого, если выбирали три человека, то я был в трех. Если выбирали шесть человек, то я был в шести. Я везде вписывался, я подумал, что надо дать дорогу молодым. Но я понимал, что стоять на гвоздях – это длительное испытание. И там как раз нужны спокойные, уравновешенные люди. Я потом специально подошел и встал на эти гвозди, чтобы понять вообще, ну, тебе, я думаю, может быть, это легко. Может быть, там какие-то гвозди не такие. Нет, блин, гвозди такие, реально. Они очень, ну, то есть я встал на них. Я простал 30 секунд, я говорю, все, 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 я все. Ну, потому что, конечно, не было у меня задачи там долго стоять, но это адски сложно. Когда я разговаривал с ребятами, они дали объяснение, да, что первые 20 минут, первые 15 минут – очень тяжелые. Но потом проходит этот первый рубеж, и тебя отпускает. Все, ты забываешь, главное просто забыть, что тебе больно. Все, ты принимаешь это и стоишь дальше. Также и в жизни в начале есть такое трение, когда тебе не хочется, вот, лень вставать с утра. Но ты делаешь это неделю подряд, в 7 утра встаешь, и все, ты привыкаешь, и тебе хочется повторять это. Вот надо перетерпеть этот первый рубеж, и потом уже гораздо проще, гораздо легче. А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Бля-ать! Тихо-тихо-тихо-тихо! А-а-а! Пужа! Красотка! Нет, не трогайте, помогите! Не трогайте, не трогайте, простите, простите! В час сорок! В час сорок! В час сорок! Это… это нереальный результат. Я не верю вообще своим глазам, я не верю, что она смогла это сделать. Скажи, пожалуйста. Что ты чувствовала? Слушай, на самом деле стоять не больно. То есть после 5 минут, главное, ну, не думать об этом. Вот я, например, представляла, что я, не знаю, на облачке стою. Устаешь просто именно стоять. Как вот на земле постоять, как в час сорок. Да. Ну, пока нет, уже, правда, ноги начинают болеть. Вот. Я не думала. Вот, мне кажется, в… В этом секрет. В этом есть секрет, надо не было. Да. Ты, конечно, герой. Дай пять. Ряб, два часа две минуты. Я не представляю вообще. Я, я не могу простоять на месте просто стоя. Для меня это была бы пытка. Он простоял вот на таких иглах. Два часа две минуты. Кузя эта девушка. И она простояла один час сорок минут. Это точно выше предела человеческих сил. Сто процентов. И то, что здесь происходит, эта энергия, эти люди, которые тебя поддерживают, это музыка, этот остров. И то, что мы все вместе прошли, вот вместе оно дает такой результат. Так, ну и как это произошло? Я сначала переехал в Нахату за 70 и думал, что это очень тяжело для меня, жестко. Типа я не был готов, потому что я вроде ничего не делал, не работал. Переехал, начал суетиться, какие-то рекламные проекты. И там была студия. И мы полгода, получается, мама спала на диване, а я рядом. Я подумал, надо поднять планку, надо выйти на новый уровень. Если для меня раньше 70 тысяч казалось непривычным, я подумал, а сейчас стало привычным, я подумал, надо взять такую сумму, которая сейчас для меня кажется очень жесткой, но которую впоследствии я сделаю для себя привычной. И перестану ощущать этот момент, что это тяжело. Вот. Я снял вот эту квартиру, нашел ее. Намеренно искал очень дорогую, которая будет прям архи тяжело оплачивать. Это 190 кс. А где она находится? На Сополе. Сколько комнат? Три. Сейчас ты кайфуешь? Да, сейчас кайфую. Первый месяц был очень тяжелый, потому что надо было платить за первый и последний месяц. Я на два месяца разбил залог, вкинул 285, во второй месяц еще 285 и я охеревал просто. Я не понимал, где брать деньги вообще. Вот. И потом как-то так раз-раз-раз и я вот на месяц вперед я сразу, как только приходят деньги, я сразу их кидаю в хату, чтобы об этом не думать. Слушай, ну ты не пожалел, что сделал это? Чтобы снял квартиру? Я считаю, что, как говорит Кочкин, больше ответственности дает больше свободы. То есть, чем больше ответственности ты на себя берешь, это, например, мама, это обязательство в виде квартиры, тем больше свободы у тебя появляется. Когда у тебя нет ответственности, у тебя нет свободы, потому что ты ограничен ничего не деланием. Ты просто живешь в комфортных условиях, как я жил в хостеле, типа я думал, ну, типа 30 тысяч за хостел, зачем мне вообще париться, зачем мне тратить деньги на что-то, если мне и так все окей. А на следующий уровень ты когда планируешь переходить? Уже в следующем году я хочу до Нового года поднять, до выйти на лям в месяц. Что будешь делать? Это путешествие, это одежда, это реклама, съемка рекламы. Ну, в принципе, у меня за последний месяц примерно так и получилось. Отказывался. Мне предлагали сыграть Остапа Бендера, 4 полных метра, плюс 8 серий для Первого канала. Саша Цикала предлагал. Это Притяжение у Бондарчука. Это Калашников у Германа Старшего. Сыграть вот Калашникова. Угу. Было такое, что типа, блин, но все проблемы можно решить вообще? Да, это единственная мысль, кстати. У меня ставка уже там получается от 150 и выше за съемочный день. То есть можно за 10 дней полтора ляма заработать, полтора-два ляма. И поэтому эта мысль угнетает, конечно. Когда я понимаю, что я за 30 съемочных дней мог поднять тоже ляма 3-4. Это тяжело. А почему ты отказываешься? У меня уже был период, когда я принял решение уйти. Я уехал туда в Томск на 4 месяца. И это было как раз вот мое становление, так сказать. Я начал читать Тони Робинса, Брайана Трейси. Я впервые... Мама мне сказала про бизнес-молодость. Представь. Она говорит, Сережа, ты знаешь про бизнес-молодость? Я такой, что? Я узнал тогда АБМ от мамы. И тогда пошел на коучинг, когда они только-только начинали, можно сказать. Да. Когда еще настройка Яндекс Директа заключалась в том, что люди писали шок, цена. И делали сайт с пятеркой на конце. Да. И вот я в этот поток я попал тогда. Вы видите перед собой две пальмы. Задача, пользуясь ступеньками, залезть до самого верха пальмы. По нижней веревке на руках перелезть на соседнюю пальму. И по ступенькам спуститься вниз. Как только человек касается земли, я останавливаю время. Ребят, сегодня уже утром была разминка с доставанием кокосов. Все, ребята, это наше точно, сто процентов наше здание. Нормально? Да. Я не вздю. Не вздю. Я готов. Реди. Сет. Го. ДИКИ. Давай! ДИКИ! Давай! О, пошло. ДИКИ! 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 Сука! так можно было? 25 секунд лучше но так делать нельзя так сломалась в руке эта палка ну извини так или иначе 25 секунд каждый день были голосования племен где каждый отдавал голос своему соплеменнику и этот голос должен был отдан тому кто наилучшим образом проявился в быту на состязаниях именно лично для тебя я собирал каждый вечер эти листочки и видел, что дикий, 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 дикий первые дни все топили за него и даже когда был момент, что нужно было голосовать за игрока, так назовем, соседнего племени и там все равно топили за него и по результату этого турбоострова в каждом племени был выявлен лучший в одном племени, да, это был Акела Сергей Романович а в другом, в Орионах это Сергей Косенко, дикий у него было больше всех голосов это не из-за того, что он популярный блогер знаменитый человек, медийный, нет это вообще не об этом с таким проявлением, как он вел себя здесь на острове он заслуженно получил все свои голоса от своих соплеменников и от другого племени вы добираетесь до человека и начинается война проигрывает тот, кто первый касается земли вы добирает дикий, ты пойдешь? дикий, вы до первого не идете допустим, в третий я первый, второй альфа, первый третий, четвертый, второй дима, грот, он просто всем весом упал она, рябок разу, он упал, короче, рябок он отключился же, два метра высота ты падаешь вниз на спину и еще сверху 100 килограммов это очень жестко, это реально очень страшно это очень опасно не тошнит тебя? давайте попробуем взять что-то, по-моему, это уже жесткость 10 из 10 я рукой, когда уже в схватке с ним может по тебе пуссовывать ногу сейчас можно, можно? спроси, спроси делаем, бьемся четко до талу готов? готов готов? готов пошел, блоги, сверху пошел, пошел, пошел пошел, пошел пошел, пошел когда два человека смотрят друг на друга и надо вот там скинуть или знаете арм рестлинг или бои там такая совсем другая энергия энергия просто жуткая реально еще когда люди вокруг кричат и как бы висишь на веревке вот так ты не видишь человека ты просто ты видишь как бы свои ноги видишь примерно его ноги что там происходит и и ты про ты как бы интуитивно понимаешь что ты как бы должен выиграть и все это единственное что ты думаешь после 1 2 минуты как это висит у тебя затекают руки все ты их полностью не чувствуешь ты понимаешь что если сейчас слететь то потом чтобы вернуться обратно нужно огромную силе у меня один раз так было я еле-еле это сделал вот и и там просто адская борьба реально вот это вот скандирование вокруг и эти ноги ты чувствуешь что все ты теряешь силу тебя ты просто ты уже висишь на веревке из из и не знаем чисто на морально волевые появляется какая-то агрессия то есть ты просто во чтобы то ни стало должны его скин все руки в крови все в крови все забито мышцы точно ничего не чувствуешь вот и ты у тебя только одна цель суперфокус и так и в жизни если ты делаешь фокус на чем-то и тебе это очень надо тут это точно гриб стоп ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Умница! Очень упорная партия. Это адский бой, дикий. Сменились с ними перчатки. В момент, когда я думаю, что все в пизду. потом я слышу и последние силы бах на все отнимаются руки ноги просто не можешь висеть ты ничего не чувствуешь реально и только то что команда поддерживать вы только это реально спас и последние какие-то силы не знаю откуда они берутся выше физики и я вроде начал что-то делать уже выходить какой-то нас проект наш появился по целеполаганию и меня позвали на съемки это был фильм коробка полетел и вот этот проект который в итоге вел его проснул и опять ушел в съемки пока ты не закроешь одну дверь ты не откроешь другую я решил в этом смысле наступить себе на горло и попытаться дойти до конца выбрался бизнес и все я в ней мочу а съемки это вообще второстепенный вот у кого-то есть сейчас там 20 30 тысяч рублей кто зарабатывать кто-то 10 тысяч рублей кто-то живет в ком-то городе и думает о том чтобы москву переехать как ну вот как это у тебя был и как как что им сделать как так вот сделать это принять решение поистине после каждой трудности наступает облегчение вот этот момент что человек когда он зоне комфорта ему ничего не делать если чувствует абсолютно нормально он он не хочет по большей части ну существует абсолютно комфортных условиях у него может не возникнуть мотивации что-то делать я вот из тех людей на вариантность выборов она бесконечна 26 живут в одном и по одним и тем же законам по одним и тем же принципам я думаю а что мне стоит взять и хотя бы месяц два или три из этих 26 сделать по-другому я понимаю что если говорить долгосрочную перспективу то вот этот промежуток времени когда ты можешь что-то попробовать это реально не что по сравнению с той жизнью который ты уже прожил но и я по этой логике пошел то есть я решил взять и попробовать сделать . еще не делал определенное количество времени чтобы посмотреть какие будут в этом результат человек если делает одно и то же но ожидает других результатов это идиотизм полный то есть если я понимаю что я хочу допустим доход в бизнесе лям мне надо понять каким человеком не надо стать чтобы этот никак �ариан получатели как эти люди живут которые получают этот лямо что они делают что они делают по другому наверное они стоит рано утромба у них наверное режим наверное у них дисциплины наверное у них какой-то распорядок дня наверное не бросают все когда мы получились отдали то отдали тогда и да красава первый был ли момент когда ты пожалел о том что сделал вода том что ты бросил кино нет 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 у меня когда уходил был страх что я не смогу провожить То есть как так? Я и без кино как-то возможно, если я все с 10 лет мечтал, снимался и вообще ничего не умел, для меня бизнес был чем-то вообще далеким и непонятным. А когда ты начинаешь делать первые результаты, появляется вера в себя. И ты думаешь, нифига себе, оказывается, можно зарабатывать на чем-то еще. Оказывается, я могу сделать что-то еще. Оказывается, у меня не только вот, так как бы я не ограничен в этих талантах. Есть книга «Гения оффсайдеры», это Малко Рюнгладу. И у него есть правило «10 тысяч часов». И оно гласит, что для того, чтобы сделать выдающиеся результаты, и все, кто сделал выдающиеся результаты, у них перед этим была практика «10 тысяч часов». Я понимаю сейчас, если я начинаю занимать бизнесом, я уже загадываю на 10 тысяч часов вперед. Я знаю, что у меня не будет сейчас сверхрезультатов, потому что я для них не соответствую. Но я знаю, что если я 10 тысяч часов потрачу на ту сферу, в которой я чувствую себя как бы как рыба в воде, в которой мне комфортно, я знаю, что уровень моей компетенции поднимется просто жестко, и я сделаю такой левелап, как у меня был в кино. Там с 4 тысяч за съемочный день я прыгнул до 175-200 тысяч в день. И я понимаю, что у меня, чтобы спрыгнуть со 100 тысяч в месяц, в которой я на бизнесе зарабатывал до 10 лямов, надо просто тот же самый путь пройти, те же 10 тысяч часов, и тогда у меня компетенция будет уже просто на другом уровне. Красава, Серега, дай пять. Бау! Это было первое интервью о жизни, бизнесе, бороде Сергея Романовича прямо отсюда, с необитаемого острова Смальдив. И, естественно, ребята, естественно, с моими грязными вот такими ногами. Посмотрите на это интервью, епта. Ребята, всем спасибо. Так, операторская группа, все уходят. Убирайте свет, декорации разбираем, мы вас Танкино. Серега снимается в протяжении. Ладно, ребят, Uber, Uber, заказывай. Матюха, это офигенно. Ваша задача оказаться там, и я скажу, что кому-то может хватить и пяти минут, чтобы полностью пропустить через себя все мысли, которые будут приходить. Никогда будете лежать, просто задайте себе вопрос, а что если все? Реально, а что если все? У каждого из нас настанет момент, когда будет точка. Все. Ну что, вторые мои похороны за последний месяц? Это становится хорошей традицией. На самом деле сейчас будет гораздо жестче, потому что закапывать меня будут мои соплеменники, которые только не делали. Соответственно, и раскапывать тоже должна быть много риска. Но я надеюсь, что сейчас какие-нибудь, вот Эд говорил о том, что здесь появляются какие-то мощные инсайты. Но я надеюсь, что так и будет. Но страха уже такого нет, да и вообще, как бы, вообще страха нет, ребята. Я просто дикий. Ну ладно, я погнал. Пожелайте удачи. Макс, ты готов? Ой, неудесно. Вот еб ты, разрушил свою могилу. Макс, ты готов? Чем хуже, тем лучше. Это, по-моему, в первый день сказал Эд. И я вообще не понимал эту фразу, я не понимал зачем. Первые три дня мне каждый день посещали мысли, что отсюда надо валить. Каждый день я боролся с ними, потому что я не понимал зачем, зачем что-то доказывать, зачем себя насиловать, зачем спать как бомжи, зачем не пить, зачем делать так, чтобы, ну, просто организм страдает. Эти мозоли, все руки убиты, ноги убиты, все ушатанно, веревки перетягивают тело, то есть просто жесть. Максимум, вот это хуже, я не видел ничего никогда. Я не испытывал никогда. Никакие брусы вообще рядом не стояли. Реально хуже не было ничего. Я не понимаю, ну, реально зачем, какой ответ на этот вопрос. Где там мой фэш лилойс? Короче, ребят, я понял, что у меня уже после этих турбоостровов, уже планка страха просто настолько высока, что у меня уже фиолетовые гробы, там не гробы. Сто процентный чил. Я каждый день ждал, что наступит вот чуть-чуть полегче, но оно не наступало. Каждый день становится хуже. И потом я стал потихоньку получать удовольствие от того, что происходит. И, наверное, пик этого удовольствия пришелся на сегодняшний день, сегодняшний и последний день испытаний. Я себе с утра сказал, что это будет самый лучший день на этом острове, потому что я понимал, что все, что мы делали до этого, оно все сегодня закончится. Мне стало так грустно вообще, что все, это испытание реально последнее. И хуже не будет уже, к сожалению. Теперь будет только лучше. И от этого грустно. Это очень странно, конечно, звучит. Я сюда взял с собой шампунь. Шампунь из самого дорогого отеля в своей жизни, в котором я был три недели назад. Я смотрел на этот шампунь, и я понимал, что я мою им волосы в морской воде, и запах не уходит. То есть запах тела не уходит. Он просто остается навсегда. И я смотрел на это и думал, как это вообще возможно. Три недели назад ты был там, и сейчас ты здесь. И вот этот огромный диапазон, когда ты себя вытаскиваешь из суперкомфорта в эту супержесть, только в таком рождается что-то действительно новое. Это, конечно, и новые ощущения. Я уверен, новые результаты, и новые мысли. И в целом новая жизнь, новое состояние. И, конечно, теперь я понимаю, что решение, которое было принято месяц назад или два месяца назад, с которого все началось, решение сюда поехать, это было единственное правильное решение. Точно нельзя было делать по-другому. Хотя очень много было моментов, когда я думал по-другому. Друзья, если вам нравится такой проект, вот вообще наше это реалити, мы так разбили его на несколько серий, то напишите об этом в комментарии обязательно. Мне очень приятно это читать. Конечно же, поставьте лайк. Ну и чтобы не пропустить следующую серию, она будет охренеть какой интересной, поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления и быть первым, кто посмотрит, написать первый комментарий и поставить первый лайк.